Реконструкция Брестских очистных сооружений ждала своего часа давно. Необходимость в реставрационных процессах надревала постепенно. Старая система морально устаревала, для улучшения качества очистки воды требовались новые технологии. Их внедрение и запуск стали возможны благодаря государственной программе по водоснабжению и водоотведению «Чистая вода». В ее рамках и был дан старт масштабной реанимации городских очистных сооружений, в возведении которых подрядчиком выступила литовская компания «Аргинта». Здесь с изменением характеристики стока за последние 10-15 лет назрело остроение необходимости в реконструкции очистных сооружений. И при подготовке задания на реконструкцию была произведена научная работа, в результате чего было установлено, что для достижения необходимой степени очистки необходимо строительство некоторых сооружений. И вот сегодня одно из таких сооружений, которое называется «Аэротенг», будет пущено в эксплуатацию. «Аэротенг» — это сердце очистных сооружений, так как здесь живут микроорганизмы, которые, как я говорю, съедают эту грязь, загрязнение, которое приходит с города. Так что сам «Аэротенг» как сооружение — это самое важное для того, чтобы мы получили чистую воду. Одно из самых важных для того, чтобы получить чистую воду. Это уже четвертый «Аэротенг» в системе Брестских очистных сооружений. Новый объект призван разгрузить работу трем своим коллегам по очистке воды и улучшить ее качество. Кроме «Аэротенга», в этом году в эксплуатацию были введены станция дозирования реагента и два вторичных отстойника, а шесть модернизированы. Какой эффект ждать от реконструкции очистных? Пожалуй, этот вопрос волнует брещан и экологов больше всего. Оно и понятно. По данным исследований поверхностных вод рек в Брестской области, концентрация таких биогенных элементов, как фосфор и азот, достаточно высока. Несмотря на то, что показатели их содержания не превышают норму, проблему решать необходимо. И возведение комплекса по удалению этих веществ существенно изменит ситуацию в лучшую сторону. Строительство сегодня таких сооружений, которые являются и предназначены для удаления избыточного содержания азота и фосфора, однозначно мы должны по эффект получить, что состояние наших рек, в данном случае реки Западный Бук, станет лучше. То есть по этим элементам станет лучше. А у нас это вообще проблемный вопрос. Поэтому при нормальной работе очистных сооружений с учетом сегодняшнего объекта, исследования должны показать эффект, который будет заключаться в улучшении качества воды реки Западный Бук. Данный проект, он предполагает улучшение экологической обстановки. Это в первую очередь. Во вторую, он решает социальные вопросы обеспечения населения качественной питьевой водой. Поэтому я считаю, что этот проект очень важен для Республики Беларусь. Во-первых, он является еще и частью государственной программы «Чистая вода». Первая очередь данного объекта была реализована в рамках сотрудничества с Международным банком реконструкции и развития. Цена вопроса – более 2,5 миллионов евро. Кстати, подобные объекты с долевым участием международных организаций появились также в Пинске, Барановичах и Ганцевичах. В рамках трансграничного сотрудничества Каменецкая ЖКХ планируют начать реконструкцию сетей канализации в Высоком. Эта работа ведется и она будет вестись и как облсполком, так и местные органы власти понимают важность той работы и сотрудничества с международными финансовыми организациями по привлечению дополнительных финансовых источников. Потому что не все объекты, которые сегодня необходимо реализовать, могут быть профинансированы за счет бюджетных средств в связи с их ограниченностью. Реставрация городских очистных сооружений – проект важный, эффект от реализации которого горожане и экологи заметят уже в самое ближайшее время. С одной стороны, улучшится экологическая обстановка, с другой – питьевая вода. Запуск первой очереди комплекса очистных – это часть масштабного дорогостоящего проекта. Его продолжение зависит от возможности бюджета, а поскольку начало положено, есть надежда, что и продолжение не за горами. Продолжение следует...